Остались без электричества в мороз. Такие ситуации с дачниками Сургута традиционно происходят несколько раз за зиму. В конце прошлого года жители записали обращение к президенту с вопросом о качестве электроснабжения. Речь о кооперативах в районе аэропорта. Один из участников инициативной группы, обратившийся с вопросом к Владимиру Путину, Александр Грезник из товарищества Рябинушка. Он отметил, что услуги, оказываемые энергоснабжающей организацией, оставляют желать лучшего. Кроме того, по словам жителя, на обращение компания не реагирует. При этом ухудшение подачи электричества и периоды, когда его вовсе нет, в квитанциях дачников никак не отражаются. Получается, ресурс далек от качественного, а платят за него полным рублем. Невозможность выйти на диалог с поставщиком энергии и подтолкнула дачников к тому, чтобы обратиться к президенту. На прямой линии Владимира Путина этот вопрос не прозвучал, однако местные власти взяли его в работу. Членов инициативной группы пригласили на встречу с губернатором и главой города. Электроснабжающая организация никак не реагирует. Это Газпром, Энергазбет, РЭС-сервис. Также никак не реагирует, не выезжает на заявки, когда я звоню и говорю, что качество электроэнергии не соответствует ГОСТу, оно низкое. То есть я от них никак не могу добиться акта замеров электронапряжения. И пришлось обращаться. Примечательно, что из 89 дачных кооперативов в Сургуте 84 передали свое сетевое хозяйство на баланс электроснабжающих компаний. Некоторые сети даже попали под реконструкцию. Однако проблема в некоторых случаях осталась актуальной. Чаще всего отключение случается в морозы. Дело в увеличении потребления энергии, за которым пока не поспевает материально-техническая база. От этого качество периодически страдает. Проблему на контроль взяла Наталья Комарова. Теперь помогут дачникам найти решение администрация Сургута и аппарат губернатора. В зимнее время по бытовым условиям доходит до 30 киловатт в час в пик нагрузки. И, конечно, из-за этого подседает, скорее всего, я так могу, просто подседает. И эти качества и навеснабжающие организации сетевики говорят, что по определению не хватает генерирующих мощностей, чтобы обеспечить вот такую пиковую нагрузку в зимний период.